Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, если на данном видеоролике есть какие-то олдфаги моего вот этого вот канала, которые следили за ним с самых первых дней его зарождения, когда там ещё был максимально плохой звук, хоть и микрофон был тот же, который и сейчас, то есть очень много вообще деталей всего вот этого вот звука зависит от конечной обработки, от того типа в каком... Ладно, ладно, это не имеет особого значения, я сейчас просто пытаюсь как-то растянуть коронометраж, непонятно для чего, ведь ролик и так обещает быть достаточно долгим и достаточно жарким, поэтому если вы максимально не переносите мат, во-первых, странно, почему вы вообще на моём канале, почему вы подписаны и так далее, во-вторых, ну, я не знаю, я вот в самом деле не знаю, казалось бы, человек это самый, то есть совершенный вообще организм на планете, и получается вот именно так, ладно, ладно, давайте начнём издалека, я уже начал куда-то немного в дебри уходить, так вот, в самом начале моего вот этого вот канала у меня была типа такая, то ли рубрика, то ли ещё что-то такое, где я просто вот бомбил, это всё началось с видеоролика на основном канале про Лиджи, где я просто открылся с немного другой стороны, нежели было раньше, то есть если в самп-обзорах я старался максимально адекватно всё преподнести, максимально ранее адекватно общался с каким-нибудь там самп-ютуберами или ещё с кем-либо, то в том видеоролике вот на основном канале, вот в первом ролике с бомбёжкой я открылся максимально с другой стороны для людей, многие в то время отписались, многие вообще не поняли, что со мной произошло, как будто бы меня, знаете ли, подменили, как какого-нибудь там Петра Первого или вроде того, но нет, просто понимаете, дело в том, что я человек, и мне как человеку свойственны разные эмоции, то есть где-то я могу быть, допустим, каким-нибудь там спокойным, максимально таким стеснительным и так далее, где-то я могу прям реально там сказать то, о чём буду потом жалеть. Разумеется, что о своих словах я достаточно редко жалею, были некоторые случаи, где я извинялся за свои слова, это было по отношению к Андрюхе Киевскому, да и, по-моему, когда я сделал ролик про Google Аутентификатор, где многих людей я как-то подставил, тот ролик набрал уже более 2000 просмотров, и ролик, где я извиняюсь за вот этот вот прокол, набрал уже как бы мало просмотров, в общем-то, мало людей из тех, кто сейчас смотрит ролик про Google Аутентификатор, мало людей смотрят ролик с опровержением того самого видеоролика. Дело в том, что не так давно я выпустил видеоролик на конкурс Митина, вот прям, знаете ли, на такой видеоконкурс. В правилах конкурса не было указано то, что нельзя как-то поливать даймонд дерьмом и так далее, ведь в своём видеоролике про вот этот вот самый конкурс, где я про него детально рассказал и так далее, я сказал, что я максимально воспользуюсь тем, что как бы каких-то жёстких ограничений по поводу того, что нельзя говорить против даймонда, их нет. И поэтому я решил этим воспользоваться и как бы максимально вот всё это реализовать. Я долго думал над тем, что же можно такое сделать, чтобы как бы было максимально уникально, максимально как-то смешно и так далее, чтобы понравилось, допустим, не только какой-то моей аудитории, но ещё и там Митину или кому-то ещё. У меня не было цели понравиться, я просто хотел сделать ролик, который зайдёт абсолютно всем. И я не придумал ничего более оригинального, чем просто переснять ролик Данила Геррера. То есть, в самом деле, ролик на канале, вот который сейчас набрал там уже около 400, то есть он приближается уже к 500 просмотрам, причём, что там даже, по-моему, трёх дней с момента публикации данного видеоролика не прошло. Просто это покадрово переснятый ролик Данила Геррера. Ну вот просто, чтобы вы понимали, да, я больше, наверное, не буду раскрывать вот всех этих карт, потому что иначе, ну просто я не... Какой смысл тогда вот эти вот постмодерн делать, вот метамодерн, знаете ли, вот так вот рофлить, вот так вот шутить, если потом я буду раскрывать, в чём смысл-то, блядь. То есть, люди должны сами до этого додумываться, но, видимо, люди, они, блядь, настолько тупые, что я не... Видимо, просто это было сложно понять или что. И я не знаю, блядь, я специально ещё... Я вообще изначально, знаете, как сделать хотел? Я хотел сделать так, чтобы, как бы, не повторялось, типа, ролик Геррера в слово в слово. Я бы просто сделал обзоры на Diamond Roller Play в стиле Данила Геррера, там, знаете ли, упомянул бы скины бомжей, вот эти вот игроков-ашотов, там, сказал бы, что сайты, форум, типа, говно. Но я решил сделать так, чтобы поняло максимально большое количество человек вот этот вот прикол. То есть, вот этот вот весь рофл и так далее. И, вы знаете, я решил просто по кадру переснять ролик Данила Герреры. Если вы откроете в одном окне ролик Данила Герреры и в другом окне просто оставите аудиодорожку с моего видеоролика, будете смотреть ролик Данила Герреры без звука с моей аудиодорожкой, то ничего не изменится. Ролик будет Данила Герреры вот точно такой же. Также, если вы включите, допустим, звук с ролика Данила Герреры, будете смотреть мой ролик просто без звука, типа, с роликом Данила Герреры, то будет всё точно такое же. В этом весь прикол в том, что даже несмотря на то, что прошло уже такое большое количество времени вот с этого вот обзора на Даймонд Ролиплей. Дело в том, что, типа, всё осталось точно такое же. Дело в том, что обзоры Данила Геррера не максимально популистки, они проходят по, знаете ли, по каким-то начальным работам и по тому, чё, в сервере, в принципе, не может измениться. Ну, то есть, хотя бы, если вот на ту же Аризону посмотреть с той же самой стороны, то ещё уже так не получится сделать, как, допустим, это сделалось с Даймондом. И весь рофл был в том, блядь, что это покадрово переснятый ролик Данила Геррера, блядь. В этом весь, блядь, рофл. Но даже когда я вставил, блядь, вот это вот начальное интро Данила Геррера, даже когда я полностью, блядь, скопировал название Данила Геррера, даже когда я, блядь, просто вот сказал те же самые слова, нашлись люди, которые говорят ебать, чё за хуйню ты несёшь. Убейтесь нахуй, уебаны, блядь. Я про... Я не понимаю, блядь, да как же такое может быть-то, сука? Как могут быть настолько, блядь, тупые люди? Я не понимаю вот этого, блядь. Я сидел, блядь, там понаписали люди комментариев столько, я просто, я читал, я охуевал. Я думал, пацаны, блядь, как вы до своих лет дожили, если вы такой, блядь, примитивной хуйни не понимаете, блядь. Чё это такое, сука? Вы чё такое, блядь? Кто вас породил, нахуй? Вы откуда вылезли-то, сука? Чё, блядь, я просто не понимаю. Вы когда, блядь, едите еду ложкой, блядь, вы себе горло не вскрываете ею, блядь? Вы подкоп под полом, блядь, не делаете, сука? Вы Пентагон, блядь, не взламываете, когда едите ложкой, блядь, или чё? Я не понимаю, просто пиздец, блядь. Типа, вот ты просто даёшь людям пример, говоришь, 2 плюс 2, им просто нужно сделать вот, что равно 4, но нет, нет, блядь. Они просто делают 2 плюс 2 и спрашиваешь, сколько получается-то по итогу? Они говорят, 2, блядь, 2, ты же типа сказал, типа, даймонд говно, да, а то, что там был Данил Герой, что получается по итогу 4, блядь, никто, сука, не понял. Ладно, не то, чтобы никто не понял. Люди, которые давно со мной на канале, которые знают хорошо меня, которые знают, что я очень сильно люблю порофлить над людьми, посмотреть на их реакцию и так далее, они это всё знают. Они, разумеется, это всё знают, это всё выкупают так или иначе. Но просто вот пришли люди, которые, казалось бы, там давно уже меня смотрели, которые были подписаны на меня там на протяжении 3-4 месяцев, они смотрят этот видеоролик, говорят, блядь, такие баллады расписывают, блядь. Говорят, типа, ебать, вот если бы ты делал тот же самый обзор на Аризон, то ты бы такого не сказал. Да я бы в жизни такого бы не сказал, блядь, потому что то, что говорит Данил Герой, это хуйня. Это полнейшая хуйня, это нельзя применять какому-либо серверу в принципе, блядь. Это настолько абсурдно, что я даже не понимаю, как люди могли, блядь, в это поверить. Сука, все, кто, блядь, поверил в эту хуйню, все, кто поставили дизлайк, отпишитесь нахуй. Ладно, ладно, мне было бы абсолютно похуй на комментаторов, там, на еще каких-то людей, которые вот как-то поверили во все это. Если бы в эту хуйню не поверил Митин, блядь, Митин, я просто, у меня была надежда на тебя, что ты, типа, там, у тебя даже Данил Герой в чат заходит, ты, типа, с ним приветствуешься, говоришь, привет, Данил Герой и так далее. Даже Митин, блядь, не выкупил. Да, даже, блядь, Митин этой хуйни не выкупил. Я не понимаю, блядь. Я, блядь, у меня, мне кажется, что я какой-то, блядь, один вундеркин, тут, блядь, на Ютуб, на Ютуб пришел какие-то, блядь, жесткие истины толкают тут. Я не знаю, блядь, ну, что за хуйня происходит просто, чуваки, блядь. Ну, как так можно жить-то? Я просто, блядь, не понимаю, ну, пиздец. Когда просто все один в один сделано, блядь, то же самое название, то же, блядь, самое. И вы просто мне, блядь, я не понимаю, блядь. Ну, ладно, ладно, вот просто Митин, вот, когда начинались премьеры этого самого видеоролика, Митин, так, знаете, оптимистично написал, типа, смотрю, типа, о, классно, решил отметиться и так далее, что он смотрит этот видеоролик. Наверное, он ожидал того, что я буду как-то вылизывать Даймонду, хотя в своем видеоролике я сказал, что я этого делать не буду. Что, ну, типа, я не знаю. У меня есть много претензий по рекламной политике Даймонда, у меня есть много претензий по моду Даймонда, так или иначе. Но они не связаны с тем, что было сказано в том видеоролике абсолютно. Наверное, то, что было сказано в конце, там, знаете, про GTA Bitcoin или Diamond Bitcoin, как это было сказано, там, знаете, про Мау Демиана, про Митина, ну, ладно, про Митина и Мау Демиана, это забейте. Просто Diamond Bitcoin мне был непонятен. Все остальное мне похуй. Мне абсолютно похуй, блядь, на это. И я не понимаю. Я просто не понимаю, как люди могут быть настолько тупыми. То есть, вы знаете, я обычно как-то отождествлял себя с другими людьми, я говорю, что я ничуть не лучше вас, типа, что вы точно такие же, как и я, что любой может делать то, что делаю я. Просто после вот этих вот видеороликов я понимаю, что я охуенный. Что я такой, видимо, блядь, один. Я не понимаю, блядь. Видимо, вот я один, и люди, которые меня давно смотрят, вот они такие, блядь, уникальные. Подожди, ну я по-другому не могу, блядь, объяснить, почему, блядь, сука, мой костяк аудитории, который смотрит меня давно, он это выкупил, блядь. А все остальные, блядь, ну, пиздец, вы понимаете, я даже сказал, что, типа, с вами был Данил Гарпиера, блядь. Я даже это сказал, блядь, ну, чтобы максимально все поняли, но Митин не понял. Он, видимо, расстроился там, я не знаю, что я вот так вот Даймонд оскорбил. Он просто, он знает, он под конец премьеры, вы можете пересмотреть. Он, когда уже заканчивалась премьера, вот эта вот последняя сцена была, он, типа, отправил грустный смайлик, типа, что, ну, что-то ему не понравилось, возможно, и так далее. Когда его на стриме просили посмотреть мой ролик, там, прям, все флудили, он это игнорил, видимо, потому что ему это не нравилось. Я не знаю. Я не могу точно знать, там, понравился ему ролик, не понравился, но потому что я видел, я могу сказать, что изначально он зашел с оптимистичной позиции, мол, то, что я ничего плохого, говорит, да я про Даймонд по факту ничего плохого и не сказал. Я пересказал ролик, блядь, Данила Геррера слово в слово, переснял его, блядь, и все, и ничего более не было. Но, к сожалению, почему-то, блядь, многие этого не поняли, просто такие комментарии начали настрачивать. Я не знаю, чуваки, блядь, я бы, неужели мне в будущем надо говорить, типа, всем привет, ребята, там, пародия на ролик Данила Геррера, вот, я сейчас, типа, перескажу слово в слово все, чтобы, типа, смешно было, да? Ну, мне так, делать или что, я просто, я уж, блядь, не понимаю. Ладно, мне похуй, я буду дальше эпатировать, я буду дальше делать какие-то подобные штуки, потому что я знаю, что есть люди, которые меня в этом поддержат. Вот какой-то мой целевой костяк аудитории, который понимает, что я могу зарофлить, что я могу сделать еще что-то подобное. Я, 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 в принципе, блядь, не нужно. Большинство моих слов в обычных видеороликах, если это не сам по обзор, это зачастую рофл, я рофлю, зачастую, понимаете? Ну, я теперь понял, блядь, что, видимо, люди воспринимают это все зачастую монету, блядь. Наверное, даже Дантен, блядь, серьезно считает, что я какой-то псих. Я здесь просто, я не понимаю, блядь. Чё не так с этим миром, блядь? Что не так с людьми, я не знаю. Тем ли я вообще нахуй занимаюсь? Пиздец, ну как так-то, блядь? Просто, ну, ну это пиздец. Это пиздец. А что было бы, если бы я не переснял ролик Данила Геры слово в слово покадрово, а сделал бы просто наподобие его видеоролика, свой видеоролик? Что было бы тогда-то, блядь? Чё, я не знаю, меня бы заклеймили тем, что я самый худший обзорщик на сервере, или что? Пиздец. И я не знаю, пацаны, просто, блядь, не убейтесь вилкой, пожалуйста. Я не знаю, как записался звук, потому что я вижу тут, пиздец, какие пики, блядь. Ой, пиздец, блядь, чуваки, пожалуй, долгих вам лет жизни. Я надеюсь, вы будете жить долго и счастливо, блядь. Я больше не хочу бомбить на эту хуйню похуй, блядь. Можете на этот видеоролик наставить, блядь, миллионы дизлайков, сказать, что я так оправдываюсь, блядь, за то, что, типа, обосрал Даймонд Ролеплей, хочу выиграть несчастные вот эти вот 20 тысяч рублей, там, ролик с митингом и контракт с Даймондом, блядь. Ну, думайте, как хотите. Я просто, я не знаю уже, блядь, пацаны. Это пиздец. Ой, блядь. Чё могу сказать? Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Идите нахуй. Субтитры сделал DimaTorzok